Всем привет, дорогие мои друзья, подписчики, гости моего канала. Сегодня начинаю делать эксперимент на выживание. Как прожить пенсионеру на минимальную пенсию, с которой нужно заплатить за квартиру, что-то ещё купить для дома, для себя, и что у нас остаётся на еду. В общем, эксперимент будет такой. Я, естественно, одна буду экспериментировать, как прожить неделю на тысячу рублей. Сейчас пойду в магазин, куплю продуктов, всё вам покажу, и что буду готовить, что буду кушать, я вам буду показывать. Так что пошлите, сходим до магазина. Сходила я в магазин. Но, дорогие друзья, вы понимаете, я здесь, конечно же, положила чисто для себя, из чего я буду готовить, но ещё будут подкупаться. И я потом напишу всё, все цены, список продуктов и цены, и покажу вам. Я не стала покупать сметану, потому что у нас целая ведёрко. Ну, сколько мне куда надо будет, я это тоже внесу в список. У меня семья, всё-таки мне всё равно надо будет готовить. Я не купила соль. Ну, я думаю, это ничего страшного. Я даже морковку купила одну, ну, потому что больше не было. Я взяла вот лук, три луковицы, морковка, значит, паштет, масло в бутылку, яйца 10 штук, колбаска, вермишельку мелкую, масло в пачке. Я взяла, значит, здесь две помидорки, огурец. Естественно, я взяла больше, я поделила, я всё взвешиваю, всё. У меня есть весы. Себе я взяла бедро, пакет молока, яблок полкило, хлеб. Ну, конечно же, я взяла на всю семью, но я буду каждый день кусочек всё равно съедать. Я его посчитаю. Чай. Вот такой я взяла. Здесь тоже пшено я отсыпала. У меня дома было пшено, я тоже его запишу. 200 грамм на кашу. 200 грамм сахара. В общем, я всё запишу, цены запишу, потому что, ну, понимаете, я не могу так. Тем более, я ещё беру в разных магазинах, но вот это вот будут мои продукты. Я их себе запишу, взвешиваю. У меня вот есть чек. Это самое, ну, тут я что, я на семью брала. И, конечно же, я делала список, список, что мне надо. Не всё я ещё купила, из чего я буду готовить себе на неделю. Ну, вот так всё будем пробовать, экспериментировать. Да, девочки, ещё у меня картошка своя, я тоже её взвешиваю и запишу по магазинским ценам. Я вам потом всё покажу. Ну, вот, девочки, первый день моего эксперимента. Чай налила. Паштет здесь у меня на бутербродик. Так, масло сливочное. Так. Здесь три кусочка я батончика отрезала. Я думаю, хватит. Яйцо в смятку. Так, соль. Вот у меня соль. Я вот сюда немножечко насыплю для яйца. Так, батон я уже намазала маслом. И один батончик намажу паштетиком. Очень вкусный этот паштет. Я беру уже не первый раз. Ну, если мне мало будет, три кусочка батона, я ещё отрежу. Так. Яечко я люблю в смятку. Сейчас ещё маленечко здесь почищу. У меня такая кружечка есть. Я сюда ставлю. И очень удобно. Вот так. Всё. Приступаем к завтраку нашему. Вот ещё кусочек батона остался. Вот. Ну, я, в принципе, наелась. Вот. Ну, я его доем, потому что у меня ещё есть яйцо. И сытнее будет. Яйцо я люблю с маслом. Батон с маслом. И получился очень даже сытный завтрак. Ну, я-то не знаю. Ну, я-то не знаю. Так. Ну вот, время обеда подошло. Мой супчик из кивечки. Я сейчас налью его. Так, хочу показать вам. Так, где у меня фоварюшка? Так, разогрею. Супчик такой густой получился. И пообедаю супчиком. Хлебушек и супчик. Я наемся. Так, ставим греть. Так, супчик разогрелся. Супа вообще выгодно. И на обед надо их кушать. Можно, если кто любит сметанки, положить дополнение. Если не наелись, можно паштетик использовать. На завтрак у меня вообще мало ушло. Батончик. Я люблю батоны. Сегодня у нас первый день эксперимента. и наемся. На ужин у нас будет каша. Такая шепшонная. Так что, кто со мной кушает, приятного аппетита. густущий получился. И очень вкусный. Посмотрите, какое у нас солнце. Как будто лето. Весна так ощущается, девочки. Вообще. Ой, я даже ничего не вижу. Ослепляет. А как уже греет через стекло. Вообще. Время. Три часа. Я налила себе чай. Попью с конфетками. Съем яблоко. Перед ужином. Полдник. Я люблю пить чай с конфетами. Днем. Пока чай горячий. Я съем яблочко. Вообще погода, конечно, прекрасная. Сразу так что-то хочется делать. Сегодня мне пришли семена. Я заказывала профессиональные. Сейчас покажу. Я заказывала. Питуньки. Название. Так, вот это Изи. Вайф. Пять штучек. Блю. Вот это. Это опера. Суприм Ред. И вот такая какая-то. Шок Вайфред. По пять семечек. Принесли. Прямо домой. Заказ. В том году тоже заказывала. Также. И у меня еще профсемена есть. Опера. С того года остались. Надеюсь, что они схожи. И чай попьем. Чай я пью без сахара. Всегда с конфеткой. Съем такой теорию. Вот мой полдник. Ну вот, надо сварить кашку на ужин. Вот мое пшено 200 грамм. Я его сейчас промою. Пол-литра молока наливаю. И пол-литра воды. И пол-литра воды. Что хочу сказать. Конечно. Так. Соль по вкусу. Ну, я вот такую ложечку обычно уложу. Так. И вот мой сахар. Так. Сахар. У меня ложечки маленькие. Я положу пять. Раз. Три. Четыре. Пять. Ну, люблю я посладше. Все. Сейчас доводим до кипения. И пшено. И минут двадцать-двадцать пять наверное будем варить. В чем секрет экономии, девочки? Вот этой каши мне, конечно, хватит и на все три дня. Ну, естественно, я разделю на два дня. У меня с этой порцией муж поест. Но понимаете, что у меня семья. просто я как бы как сказать стараюсь сделать экономней. И вот секрет экономии, это, знаете, нужно составить меню такое скромненькое, конечно же. ну, и где-то можно себя побаловать, да. И как я думаю про себя идти брать вот только по списку. Купил по списку продукты и живешь. Конечно, я сейчас буду делать эксперимент и я вам честно говорю, что я буду питаться чисто вот этим, что я готовлю. Вот. Хотите верьте, хотите нет, но мне этого всего будет достаточно. Каши я люблю. Тем более на ужин я, если поужинала в часик и в шесть, ну, бывает пол шестого, я уже ничего не ем. Все. Вот. Я могу когда как говорится, вот, например, без, ну, если без этого экономного меню, вот, у меня бывает по стрепушке, я могу чай попить еще, но я потом опять не обедаю. Вот я, например, у меня пирогов тут целый стол. Конечно же, я чаю напьюсь с пирогами, мне обед не нужен, так что стрепня это тоже выгодно, суп выгодно. Дело в том, что мы идем в магазин, берем с собой деньги, вот я сама по себе знаю, и не знаю, что готовить, да что готовить, и берешь одно, другое, третье, а, пригодится, а, конечно, оно все съестся, оно все скушается, но вот, чтобы сэкономить, чисто, по списку, и можно, можно жить и быть сытой, как говорится, все нормально, ну, может, кому-то пригодится это, девочки, вот, вот, сейчас, ну, как бы сказать, у меня даже, вот я тебе говорю вам, у меня суп поел муж, потому что, куда мне столько, ну, получилось, например, мне еще, значит, еще, что ли, неделю его есть, конечно, а так можно, да, даже этот супчик три дня спокойно кушать, что там торчит, вот, а поэкономить, я вот почему решила, во-первых, во-первых, надо подкопить денежек для цветочков, весна подходит, я очень много цветов, всегда покупаю, вегетативку, многолетники, земля, горшочки, ну, у меня есть горшочки, ладно, но все равно, удобрения, что-то хочется на дачу, что-то хочется на себя купить, и как бы, почему бы не поэкономить, тем более, скоро праздники, 23 февраля, подарки мужчинам нужно будет делать, 8 марта, там у нас в марте три именинника, у меня будет юбилей, Катерина и Миша 16 лет, деньги нужны, и я буду экономить, а почему бы нет, как, как говорят, вот, работаем, ну, когда работаем, ну, пусть мы пенсионеры, да, вот за квартиру нынче пришло, все дороже, у нас однокомнатная квартира, по одной бумажке только пришло, 3, 300, 35, с копейками, по второй, около 800, а помимо этого, интернет, домашний телефон у меня, мусор, капремонт, этот, как его, телевизор, антенна, и ведь накапливается, приличная сумма, это надо все заплатить, так что, я думаю, нам, пенсионерам, это пригодится, кому-нибудь, это у меня, будет меню, на два дня, но помимо этого, девчонки, я все равно буду, наверное, видео скидывать, которые, я же все равно, буду для Миши, готовить, для дедушки, для Миши, вот, как бы так, вот, у меня почти, что молоко, закипает, и я сейчас начну, пшено я помыла, вот, желтенькая, хорошенькая, люблю пшенную кашку, вот, это, ладно, у меня, у мужа хорошая пенсия, а у меня маленькая пенсия, и вот так даже, вот я, конечно, не дай бог, я даже не знаю, как я на свою пенсию буду жить, не дай бог, не дай бог, не дай бог, вот так, Миша тоже, что на Мишу получаем, на него и идет парень, его нужно одеть, то туда, то сюда, сейчас опять поедет, поедет на олимпиаду, поедет на соревнования, это опять тысячи три-четыре готовь, что он получает, на него все деньги и уходят, ребята, девочки, все деньги на него и уходят, у него такой возраст, вот, как бы, и аппетит, то есть кушает, он ходит, занимается, ему надо кушать, ну и все, сейчас вот так вот закипит, я варю при открытой крышке, умывляю огонечек, и до готовности, а потом, когда уже выключу, положу масло, крышечкой закрою, и можно просто полотенчиком, прикрыть каким-нибудь, и она будет такая, хорошая кашка, напарится, как в русской печке, все, она у меня, смотрите, закипает, закипает, я огонечек убавляю, и пусть варится, минут 20-25, наверное, ниже среднего, а потом вообще на эту убавлю, а остальное пол-литра молока, если я его не выпью, я его уберу в морозилку, и оно нам еще пригодится, вот кипит, все, девочки, кашка сварилась, сейчас я ее выключаю, масло, пусть настаивается, и маслица положим, все, ну и все, опа, наша кашка, будем ужинать, смотрите, какая кашка, я, например, очень даже наемся, смотрите, как она разварилась, какая желтенькая, я, наверное, себе налью молочка, я люблю с молоком, еще ложечку, и все, 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 не хватит, не хватит, добавим, все, будем ужинать, ну, чем не ужин, русская пшенная каша, с молочком запивать, я вообще с молоком все люблю, я могу на молоке прожить, девочки, девочки, кто кушает, всем приятного аппетита, у нас время полшестого, я пельмени люблю с молоком запивать, любую картошку, вообще все, ну, вот и все, кушаем, ну, вот, я написала список, что я сегодня купила, у меня ушло 703 рубля, вот, если вам видно, посмотрите, первый день эксперимента закончился, вот, я посчитала здесь картошку, вот она, картошка, паштет, масло растительное, тоже бутылка не уйдет, бедро, яблоки, молоко, я кашу буду еще варить, молоко, заморозила, пол-литра, так, колбаса, хотела посчитать пол палки колбасы, думаю, ну, ладно, это, я ее тоже палку не съем, вряд ли, в общем, 703 рубля, может и уйдет она у меня, посмотрим, так, масло сливочное, чай, чай я тоже не выпью, останется, вот, а, яйцо я посчитала 5 штук, вот, да, 5 штук, но мне куда 10, вот, ну, и все, и что буду еще подкупать, добавлять, буду писать, и показывать вам, что буду готовить, все, на этом буду прощаться, всем пока, что хочу сказать, я сытая, я не голодная, нормально, для меня это нормально, нормально, а еще у меня и осталось, у меня еще суп есть, вот я посчитала кильку, кильку я посчитала, картошку я посчитала, все я посчитала, у меня еще на завтра суп есть, и каша есть, так что, это у меня даже получится, меню, на 2 дня, да, ну, там видно будет, может, что-то я, какое-то дополнение себе сделаю, посмотрим, все, девочки, пока-пока, Пока!